Учиться будет тепло. Городские образовательные учреждения готовятся к отопительному сезону. Во вторник комиссия в составе представителей Ростехнадзора и органов местного самоуправления посетила 33-й лицей. Сложен этот объект всегда был тем, что здесь располагается одновременно образовательное учреждение и спортивная школа с бассейном. На сегодняшний день проблем не возникает. Это все было до момента выполнения реконструкции. До этого были большие проблемы. После того, как система отопления школы и бассейн разделили, все разногласия между собственниками помещений в этом комплексе зданий ушли на задний план. Комиссия проверяет состояние тепловых сетей, утепление здания, приборов учета. У школы не должно быть задолженности за поставленные ресурсы. Финальное испытание – опрессовка. Ее на сегодняшний день прошли 99% школ. Образовательные учреждения не примут, если нет акта опрессовки. Это документ обязательный для предоставления надзорным органам. Сегодня будет последнее учреждение. Как раз там, где были при испытаниях проблемы, сегодня мы его примем. И у нас будут 100% уже учреждений готовы к топительному. Школы и другие социальные объекты в приоритете. Здесь все работы должны быть завершены к 1 сентября. В целом же по городу готовность остальных объектов должна быть обеспечена к 15 сентября. Оцениваем готовность ресурсного оборудования как 85%. Этот ход работы идет в графике. Есть некоторые моменты. Мы сейчас, вот ПАУТ и Плюс у нас запросила еще раз работы на улице Варенцовой. Дополнительной администрацией им разрешила, потому что есть и время, и желание у ресурсно-набжающей организации этот участок отремонтировать. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.